МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое, что на будущее, наверное, необходимо при таких круглых столах иметь соответствующего спикера при проведении круглого стола. Почему? Потому что звучат очень разноплановые мнения. И мнения звучат совершенно представителей разных направлений, как в спортивного, так и околоспортивной деятельности. Поэтому, когда представители эти выступают, у них у всех есть определенное пожелание помочь спорту. Так вот, спикер, который должен вести этот круглый стол, он должен, ну, первое, чтобы эти направления, которые сегодня предлагаются, были в рамках закона физической культуры. Это первое. Второе. В рамках определенных нормативных документов. В обязательном порядке. Что сегодня не всегда это соблюдалось. При этом, если есть определенные, вот просто пожелание, что есть какие-то видения, вот именно в эти нормативные документы, необходимо вносить изменения для того, чтобы не просто так декларативно выступить и сказать, Вы знаете, вот мы думаем, что это вот необходимо так, и что дальше? Для того, чтобы вот это, мы думаем о том, что должно быть так или иначе, оно необходимо, претворено, чтобы в жизнь было. А в жизнь можно претворить только при помощи, еще раз повторяю, нормативных документов и изменения в закон. А эта площадка, здесь же хорошие идеи звучат. Эти идеи должны быть соответствующим образом оформлены и направлены дальше. Так вот, чтобы эти идеи были направлены дальше, их услышали, мне бы также пожелание есть о том, чтобы здесь присутствовали представители Минспорта как раз в обязательном порядке. Дальше у нас на территории Москвы есть на сегодняшний день Олимпийский Совет, представителей которого здесь тоже нет. А на сегодняшний день мы с вами разбираем вопросы, очень даже важные для нашей деятельности. Пусть это не будет для всей страны, пусть это будет на территории всего Москвы. Но мы знаем, что Москва у нас кузница определенных идей и направлений. И многие вещи, которые были сформированы в Москве, затем распространяются на всю страну. Если на сегодняшний день эти структуры, которые у нас управляют или должны присутствовать при разборе этих направлений деятельности, не так или иначе работают, ну, наверное, нам надо понимать, что, ну, если это структуры, вот, например, там, мертвопрожденные, давайте предложение найдем, способ оживить их для того, чтобы они помогали развитию физической культуры и спорта на этой территории, на территории страны. Следующее. Вы знаете, вот тут прозвучало ряд проектов, которые предлагаются провести. Прекрасно, опять я говорю, чтобы не было типа декларации. Как правило, любые проекты, которые предлагаются, необходимы в несколько сторон. Организационная, методическая часть, ну и самое главное, это часть, источник финансирования. Каким образом этот проект, чтобы он не был мертворожденным детем, финансируется? Я вам пример просто приведу. Ну, при этом, вот сейчас вы все говорите о том, что необходимо поддержать, ни один из вас не затронул вопрос спортивной подготовки практически. Хотя на сегодняшний день в стране это основа. Почему я вернулся и вспомнил о спортивной подготовке и о проектах? Потому что в семнадцатом году, я имел честь заниматься этим вопросом, непосредственно утверждением концепции подготовки спортивного резерва, я руководил. Так вот, я вам просто маленькую историю расскажу, каким образом была написана и утверждена эта концепция. Когда мы посчитали, первое, что необходимо посчитать, сколько это будет стоить. И потом, за счет кого и за счет чего мы будем финансировать то, что мы хотим. Так вот, первое предложение было по концепции 180 миллиардов рублей, концепции подготовки спортивного резерва на территории Российской Федерации. Если бы вы видели лица тех людей, когда я докладывал, как надо мной смеялись, потому что сказали, что таких денег в стране нет. Все регионы закредитованы и вы не сможете найти эти деньги. То есть мы снижали, снижали цену этого проекта, самая последняя цена у нас была 30 миллиардов. Хорошо, 30 миллиардов. Бывший премьер у нас Медведев сказал, ребята, хорошие вы все, у вас хороший проект, пишите, что хотите. Федеральных средств не получите ни копейки. Вот я вам предысторию просто, почему все-таки необходимо такие вещи говорить. Итог. 17 октября 2018 года распоряжением правительства эта концепция была утверждена. А деньги, которые потрачены на подготовку спортивного резерва на 1 января 2020 года, 187,5 миллиардов рублей были потрачены на спортивную подготовку в нашей стране. Я о чем это говорю? Я говорю о том, что если это хорошая идея, к этой хорошей идее нужны ноги, нужна голова для того, чтобы ее дальше продвинуть. И на сегодняшний день мы с вами будем развивать и будем развивать спортивную подготовку. Здесь прозвучал вопрос о стандартах спортивной подготовки в общеобразовательных или в учреждениях доп. образования. Вы знаете, я не хочу говорить, что я не согласен с этим. Я вижу это немножко по-другому. Почему? Да потому что учреждения доп. образования, они призваны для чего? Они призваны воспитывать всесторонне развитую личность. А стандарт спортивной подготовки – это чистый спорт. Это две противоположные вещи, которые несовместимы одна с другой. Поэтому, когда мы, опять вернусь к тому, что он должен спикер, который бы должен нас поправлять в этом направлении. Есть предложение, мы говорим, что да, оно каким-то образом решаемое, какое-то нерешаемое. И в какой-то коридор движения это должно быть войти, коридор со временем должен сужаться для того, чтобы в этом коридоре были предложения, которые бы действительно они могли помочь развитию или физической культуры спорта, или именно спорту. Мы должны четко определить с вами, потому что во многих докладах сейчас звучало здесь и спорт, и дети, и кто угодно, что угодно. Ну да, детские соревнования, да прекрасно, великолепно, международные соревнования. Скажите, пожалуйста, как мы их отбирать будем? Система отбора детишек маленьких, 15-летних, там 12-летних, в стране. Я понимаю, я прошел все, начиная от самого общеобразовательной школы, я в сети знаю, как это отбирается, и знаю, как раньше и на пионерскую правду мы отбирали, везде мы отбирали. Да нет отбора. Это полная несправедливость, когда мы начинаем выбирать и назначать регионы, которые должны предоставить команды, и сегодня то же самое происходит. Происходит и в детском, и я же эти соревнования курировал, я вижу студенческий спорт тоже. Вот господин Сиранов ушел у нас, он сказал о том, что надо развивать. Понимаете, опять, проблема-то очень хорошая, великолепная проблема. Но опять мы говорим о источниках финансирования для того, чтобы... Вот мы на спортивную подготовку, вот эти 187 миллиардов, мы нашли в субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день нам субъекты по стандартам спортивной подготовки, они финансируются на 20-30% всего. А по концепции до 2024 года они должны отфинансированы быть на 100%. То есть 67 субъектов Российской Федерации сегодня дали согласие и подписали договорные отношения с Федеральным Центром о том, что они эти стандарты отфинансируют. То есть вы можете понять, насколько должно еще увеличиться финансирование. Если мы говорим о студенческом или о детском спорте, опять, где эти дети? Мы говорим о школьном спорте, да великолепно. Понимаете, это не спорт, это физическая культура, наверное, все-таки мы должны это осознать. Потому что дети, которые представляют нашу страну на международной арене, хотите вы или не хотите, как правило, они готовятся в учреждениях спортивной подготовки. Это талантливые дети, которые определены в эти учреждения. Студенческий спорт, великолепно, все здорово. Это, наверное, не спорт, наверное, на стадии развития сегодня. Потому что сегодня представители студенчества, это вторые, третьи, а иногда и первые составы сборной команды Российской Федерации, в которых или у первых нет соревнований на международной арене, а если у кого есть, первые выезжают, то вторые составы защищают честь нашей страны. Значит, наша направленность должна в чем быть? Наша направленность должна быть не в подлоге того, что мы участвуем здорово, хорошо. Наша задача должна быть в развитии конкретного. Если мы говорим о студенческом спорте, великолепно, это же должен быть студенческий. Дальше мы должны с вами найти, опять вернусь, источник финансирования. Почему сегодня нет студенческого спорта? Нет источника финансирования его. Нет спортивных сооружений. А это очень дорогое удовольствие, чтобы содержать спортивные сооружения. Если сборные команды сегодня пошли по пути аренды спортивных сооружений на подготовку, то здесь отдавать и за чей счет будем содержать. То есть мы в городах строим большие центры и затем не можем за счет федеральных средств, затем не можем найти средств на их содержание. Поэтому вот эти вещи, я просто вам накидываю такие, знаете, чтобы вы понимали о том, о чем мы говорим и кого к чему мы призываем. Поэтому, сейчас секундочку еще записал, посмотрю. И вопрос другой. Вот мы с вами все-таки собрались и в большей степени про олимпийские тенденции, олимпийского движения у нас немного идут, знаете, какие-то негативные. Вы знаете, есть один момент. Я всегда привожу пример. Есть отцы и дети. Отцы никогда недовольны детьми, дети недовольны отцами и так далее и так подобное. Когда мы были намного молодыми, мы смотрели глазами на олимпийское движение совершенно другими. У нас был уровень информации и доступа совершенно другой был. Сегодня, когда мы приблизились к ядру этого олимпийского движения, мы обладаем уже другой информацией, мы уже другими глазами смотрим на это явление. И не все, как бы скажем, переходят в эту возрастную категорию, остаются с глазами еще тех молодых людей, которые говорят о том, что то плохо, это плохо. Ну, всю жизнь были в любом движении, в спортивном, в олимпийском, были проблемы, были нерешенные вопросы. Они всегда были. Помните, Олимпиада 80, после этого, что происходило. Это было всегда. Вопрос другой. Мне все-таки кажется, что на эти вопросы нужно смотреть более оптимистично, более технически. И на это смотреть таким образом, каким образом технически мы сегодня можем решить те или иные задачи с наименьшими потерями. Как выйти из создавшейся ситуации. А так как мы с вами сегодня одни из руководителей, и перед нами встают совершенно новые задачи, каким образом мы к решению этих задач подойдем с вами, так эти задачи будут решены. И все, кто сегодня участвует в подготовке к участию в олимпийских играх, в олимпийском движении, они тогда будут смотреть нашими глазами, нашими действиями, и они будут более воодушевлены, потому что сегодня, не секрет, пресса у нас особенно с желтым уклоном, с жареным материалом, таким образом преподносит все, что угодно, даже того, чего нет. Они на этом деньги зарабатывают. Общество это видит. Пресса, которая на сегодняшний день, наоборот, поддерживает это движение, она очень часто не совсем народу интересна, которые не при спорте, а там рядом со спортом. Им все нравится. Я просто говорю, через это уже как-то прошел. Все вопросы, которые периодически задаются, знаете, по формальному признаку основные вопросы задаются, по содержательной части, как правило, они очень-очень редко задаются. Поэтому, и еще один вот, почему спикер. Вот у нас здесь прозвучали слова технология. Вы знаете, я по поводу технологии, я приношу, конечно, извинения, я всегда против технологии в подготовке, в спорте. Почему? Я вам объясню. Потому что технология – это производственный процесс, это штамповка. Вот сколько надо деталей наштамповать, столько и штампуют. Есть определенные технологии. С человеком технологии не проходят. Это что, штамповка чемпионов? Назовите мне такую технологию. Дальше. В спорте у нас с вами, извините, педагогический процесс, который обусловлен методикой, методами и средствами. Вы знаете, по-моему, в педагогическом процессе технологий нет. Коньки делать, да? Клюшки делать, да? Лодки делать, да? Согласен технологии. А с людьми такие вещи не походят. Поэтому еще раз говорю, что вот если есть спикер, который понимает процессы, которые существуют сегодня в спорте, просто в спорте, в олимпийском движении, вот эти вот вещи, немножко надо их как-то править, и дальнейшее обсуждение и дальнейшая работа, она будет уже совершенно другой уровень. Большое спасибо. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Спасибо.